Доброго времечка! Сегодня я покажу, как добыть золото из импортных микросхем при использовании довольно-таки нехитрых методов. Но для начала вы должны понять, в виде чего там находится золото. Основная часть золота в импортных микросхемах находится в виде соединительных проволок между силиконовым чипом и внешними выводами. Вот примеры на аккуратно протравленных микросхемах. Сейчас передо мной 370 грамм разных микросхем. В каких-то микросхемах золото побольше, в каких-то поменьше, а некоторые микросхемы даже не стояли рядом с золотом. Если у вас есть возможность, постарайтесь рассортировать ваши микросхемы на то, что имеет смысл обрабатывать и на то, что смело можно выкинуть мусорку. Например, я знаю, что в этих микросхемах золото вроде как есть. Или в микросхемах подобного форм-фактора золота, если есть, то процентное содержание настолько мало, что переработка лишена всякого смысла. В среднем больше всего золота содержится в микросхемах подобного вида. Хотя тоже не факт. Например, в этой микросхеме золото ровным счетом ноль. Также с подобными микросхемами легче всего работать. Прежде чем перейти к следующему шагу, все, что надо сделать, так это оторвать или отрезать подложку с внешними контактами. До подложки останется в основном позолота. Ее тоже можно переработать, но делать это придется отдельно и другими методами. Теперь следующий шаг. Как видите, у многих микросхем внешние контакты довольно длинные и в них нет практически ничего ценного. В принципе, вы можете этого не делать, но если у вас есть возможность избавиться от этих внешних выводов механическим путем, то почему бы и нет. Или вы можете оставить их жироветь на улице, пока они сами не отвалятся. Правда, ждать придется очень долго. Поэтому я их обточил в наждаке. Следующий этап – это кремация наших микросхем. Это реально самый-самый вредный этап переработки. Дыма будет много. Поэтому или используйте для подобного специальную печь с отводом и фильтрацией дыма, или делать это где-нибудь в полевых условиях. Микросхемы надо обжигать не до черна, а до бела. Чем лучше обожжете, тем легче будет с ними работать. Лично я обжег горелкой и пересыпал свою универсальную кастрюлю из нержавейки. То, что кастрюля из нержавейки – это очень важно. Если вы возьмете кастрюлю из алюминия, то ее просто разъест. Следующим этапом будет измельчение обожженных микросхем. Можете это делать, как хотите, но, наверное, притолочь проще всего. Если вы не поленились и обожгли микросхемы до бела, то растолочь их очень легко. Если нет, то это будет целая эпопея. Постепенно измельчаем и просеиваем через сито. То, что не проходит через сито, измельчаем опять. Таким образом, чтобы в сите остались только эпические куски металла. В основном это мусор, но к нему тоже могло прилипнуть немного золота. Если вы хотите, можете это обработать отдельно. Но лично я просто промыл и выкинул мусорку. Далее досыпаю в кастрюлю с водой то, что просеял через сито. Добавляю немного щелочи, коня или едкого натра. И перемешиваю для того, чтобы то золото, что возможно плавает на поверхности, осело. Щелочь хоть немного поможет отделить золото от другого мусора. На данном этапе не надо сыпать слишком много щелочи. Буквально чуть-чуть. Далее идет промывка. Есть разные видео, где при помощи лотка вымывают практически все, кроме золота. На самом деле это не более чем лукавство. Итак, все, что мы сейчас делаем, так просто смываем самую мелкую пыль. Показывать на видео это довольно неудобно, но все же попробую. Наливайте в кастрюлю воду и ждете несколько секунд, чтобы жижа буквально немного улеглась. Аккуратно выливайте примерно треть. Доливайте воды и повторяйте по кругу до тех пор, пока этот суп не приобретет хоть какое-то подобие прозрачности. В конечном итоге на дне у нас останется целая куча раздробленных силиконовых чипов и разного металла. И дальнейшая промывка практически нереальна. Ни сладком, ни без него, ни тем более в кастрюле. Что мы можем сделать, так это растворить силиконовые чипы. Для этого добавляем щелочи и ставим все это вариться на медленный огонь около часа. За это время щелочь поест весь силикон, превратив его в жидкое стекло. Также сильная щелочь растворит алюминий, а он тоже присутствует в нашем супе. После опять промываем наш раствор. Повторяем до тех пор, пока основной массой не станут лишь разные металлические контакты. Естественно, промываем несколько раз, опять до подобия прозрачности. Теперь приступаем к растворению металлических контактов. Методов для этого уйма. Можете использовать гидросульфат натрия с перекисью, можете использовать надуксную кислоту, а можете их просто ставить ржаветь, время от времени вымывая ржавчину. В этом видео протравил раствором гидросульфат натрия и перекись водорода. Более подробно это показано в моих других видео. По прекращению реакции промывайте раствор, точно так же, как и с кастрюлей. Поэтому, если что-то не дотравилось, повторяем опять. Металлические контакты уже основательно замучены и довольно маленькие, поэтому реакция проходит очень быстро и даже без нагрева. В конечном итоге в осадке у меня осталось ровно полграмма золота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова